Всем привет! Так как у нас сегодня День Знаний, хотелось бы от всей души поздравить всех первоклашек, студентов, выпускников, ну а также родителей, учеников с этим замечательным праздником. Хочу пожелать, чтобы весь учебный год проходил без лени, а каждый урок или пара открывали для вас что-то новое. Ну и футбольный клуб «Динамо Махачкала» решил не отставать и поздравить всех учеников и студентов своим специальным выпуском ко Дню Знаний. Ну что, друзья, в честь первого сентября предлагаю вам интеллектуальную разминку перед новым учебным годом. Сегодня у нас две команды. Макс выбрал себе, как зовут? Абдуллу. Абдуллу. И Никита выбрал себе? Слав. Ислама. Вот так вот, друзья, сегодня буду задавать самые банальные вопросы на школьную тему. Узнаем, кто самый умный. Кто автор произведения «Горе от ума»? Вариант номер один – Ушкин. Вариант номер два – Толстой. Вариант номер три – Грибоедов. И вариант номер четыре – Некрасов. Время пошло, ребят. Не знаю. Не знаю. А вы знаете? Да. Да? Так, ну давайте, давайте вы. Грибоедов. Да. Грибоедов. Да, Грибоедов. Окей, хорошо. Так они с нас могут, и так мы все знаем, а они будут… Не, я знал. Да, да. Я вспомнил. Вопрос номер два. Как называется место, где река берет свое начало? Вариант номер один – Исток. Вариант номер два – Проток. Вариант номер три – Устье. Вариант номер четыре – Русло. Устье? Мы знаем. Нет, что ты говоришь только. Что мы знаем? Исток. Устье. Так, окей, хорошо. Эта команда справилась. Вопрос номер три. Что измеряют в амперах? Вариант номер один – Мощность. Вариант номер два – Скорость. Вариант номер три – Давление. Или же вариант номер четыре – Силу тока. Ребят, время пошло. Тока. Четыре. Не знаю. Знаете? Да. Так, ну давайте. Готовы дать ответ? Давайте досрочно. Сила тока. Сила тока. Сила тока. Сила тока. Хорошо. Так, счет у нас, значит, три-два. Вопрос номер четыре. Чем известен Чарльз Дарвин? Вариант номер один – Изобретением Паровоза. Вариант номер два – Теорией Эволюции. И вариант номер три – Изобретением Телефона. Время пошло. Эволюция. Теория. Давай. Мы думаем, что второй вариант. Тоже. За эволюцию. Хорошо. Значит, у нас с вами счет. Четыре-три. Четыре-три. Далее, пятый вопрос. Как называется процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями на свету? Вариант номер один – Регенерация. Вариант номер два – Ботулизм. Вариант номер три – Генезис. И вариант номер четыре – Фотосинтез. Мы готов. Фотосинтез. Фотосинтез. Ваш ответ – Фотосинтез. Ваш ответ – Фотосинтез. Хорошо. Окей. Это пройдет ислам. Не, дай, не платил ничего. Далее. Вопрос номер шесть. Какой отряд млекопитающих является самым многочисленным? Вариант номер один – Приматы. Вариант номер два – Хищные. Вариант номер три – Грызуны. Вариант номер четыре – Кошачьи. Точно. Ну, наверное, да. Думаю. Готовы дать ответ? Готовы. Грызуны. Мы тоже думаем Грызуны. Вы тоже думаете Грызуны. Хорошо. Значит, у нас с вами счет шесть пять. Да, это правильный ответ. Вопрос номер семь. Какое слово не является исключением? Безымянный, стеклянный, оловянный, деревянный. Еще раз можно вариант ответа? Да. Безымянный, стеклянный, оловянный, деревянный. Ну, давайте одновременно тогда дадим ответ, если у всех готов. Просто цифру. Да, просто цифру. Первый. Первый. Хорошо, ребят, значит, у нас счет семь-шесть. Вопрос номер восемь. Сколько законов Ньютона знает каждый отличник? Один, три, два или пять? А их перечитать нужно? Нет, не нужно. Ну, может, не каждый отличник и знает. Окей, сколько законов Ньютона знаете вы? Готовы дать ответ? Мы готовы. Так, давайте. Три, три. Сколько? Дай три тоже. А, смотри, у них. Восемь-семь у нас счет и вопрос номер девять. Приставка Кило знакома каждому. Ребята, а что насчет приставки Гекта? Это у нас десять, тысяча, сто или же десять тысяч. Что? Да. Да, что вообще? Приставку Кило? Знают каждый. Знают. Да, ну а что насчет приставки Ректа? Сколько это? Десять, тысяча, сто или десять тысяч? Десять тысяч. Так, ваш вариант десять тысяч. Ваш вариант? Десять тысяч. Десять тысяч. Так, счет у нас остается прежним, восемь-семь, потому что это сто. Далее. Вопрос номер десять, и он у нас финальный. Назовите столицу Финляндии. Не знаю. Знаем. Знаете? Да. Так. Хельсинки. Хельсинки. Ну хорошо, ребят, окей. Буману дома посмотрел, кто знает. Девять-восемь. Счет у нас сегодня. И побежает у нас команда Никиты Глушкова. Браво. Поздравляем. Давайте, ребят, немножко расскажем о своих школьных временах. Вспомните, расскажите. Вот свой классный руководитель. Они что, все помнят? Как зовут? Да. У меня их три было. Так, давай. Я только одну помню. Елена Викторовна. Алина Руслана у нас, Хакумид. Любимый предмет в школе? Здравствуйте. Так как она у меня была классным руководителем, то математика, алгебра. Хорошо знала. Она мне помогала в этом много. Как? Не было. Я не любил школу, да, Никита? Ну, физкультуры у меня не было, поэтому не было любимых предметов. Хорошо, ребят, давайте вспомним свой выпускной. Как он прошел? Хорошо. Хорошо? У меня плохо. Почему? У меня было время коронавируса. Дорогие наши первоклашки, мы очень надеемся, что ваш выпускной ни в коем случае ничто не испортит, и все у вас будет замечательно.